Добрый день, меня зовут Галина Колосова, и сегодня я бы хотела рассказать вам о своем новом рабочем инструменте, который называется эфирные карты. Итак, пару слов обо мне. Я провизор, я психолог, я ароматерапевт. Более 10 лет я занимаюсь эфирными маслами, провела уже достаточно много мастер-классов, вебинаров и семинаров по ароматерапии. Моя группа сейчас, на данный момент, самая большая группа по ароматерапии ВКонтакте. И сегодня я бы хотела рассказать о курсе эфирные карты и о самих эфирных картах, что это такое и как я с ними работаю. Итак, что такое эфирные карты? Эфирные карты – это колода, которая состоит из 59 картинок, и 18 из них – это смеси от Дотерра. Рубашка карт – это звездное небо. Все карты нарисованы вручную, они рисовались долго, в течение двух лет. Карты выпускаются очень маленьким тиражом и только под заказ, да, то есть не будет такого, что вы ко мне обратитесь, да, попросите у меня карты, да, захотите их купить, и при этом они будут, их не будет. То есть они выпускаются исключительно под курс, а курс будет повторяться где-то раз в год, я так думаю, то есть в этом году курс повторяться больше не будет. Значит, итак, чем эфирные карты не являются? Это не таро, это не гадание, это никакая не магия, это никакая не мистика, вот, а в основе лежит методика, метафорические ассоциативные карты, да, то есть это набор картинок величиной, сыгральную карту или открытку, на которых изображены пейзажи, жизненные ситуации, животные, абстрактные картины. В моем случае это мандала, да, то есть на моих картах изображены мандалы. Это инструмент практического психолога, сейчас достаточно модный, популярный, и образы, изображенные на картах, это метафоры наших каких-то ценностей, наших вопросов, да, которые мы себе задаем, наших желаний и так далее. То есть здесь не может быть правильной или неправильной трактовки, да, какой-то определенной карты. Также на картах изображена мандала, да, изображен круг, как переводится с санскрита, это древние сакральные рисунки, которые использовались в буддийской культуре, да, использовались в древней Индии, использовались в очень многих культурах. Ну, мандалы символизируют круг, да, мандалы символизируют вселенную, центр, начало. И в зависимости от конкретной практики мандалы представляют собой сложный инструмент для медитации и для саморазвития. Значит, кроме мандалы, да, в методике используются элементы цветотерапии, да, то есть метод нетрадиционной медицины, когда разнообразные цвета воздействуют по-разному на нашу психику. И, соответственно, все это дополняется силой наших замечательных эфирных масел. Итак, как можно работать с картами, для чего они могут быть нам полезны? Карты можно использовать для себя, как инструмент своего развития. Карты можно использовать в группе, да, если вы ведете какие-то групповые занятия, скажем, йогу, проводите классы по ромотерапии и так далее. С картами можно работать один на один, то есть вы и клиент. С картами можно работать в открытую, таким образом можно задавать какие-то конкретные вопросы, да, и обращаться к нашей сознательной части. Либо с картами можно работать в закрытую, то есть когда мы не видим, какую карту мы достаем из колоды, и при этом мы обращаемся к нашему бессознательному, да. Значит, что прекрасно дополнят карты? Карты прекрасно дополнят такие методики, как ароматестирование, да, если вы им владеете. Если вы составляете натуральные духи, карта тоже прекрасно это дополнит. Дополнит любую консультацию по ароматерапии, по эфирным маслам, и также карты могут использоваться отдельно. В отличие от других достаточно сложных инструментов, ароматерапевта, да, такие как ароматестирование, составление духов, карты подойдут и новичкам, потому что здесь все достаточно просто, методика достаточно простая. К каждой карте будет прилагаться своя методика работы с эфирным маслом, и ошибиться здесь невозможно, поэтому нужна только тренировка. Навредить этим методом мы не можем, здесь все, как я уже сказала, достаточно просто. Итак, с чем могут работать эфирные карты, да, с какими проблемами? Ну, во-первых, это создание положительной обстановки для общения, располагающей обстановки, доверие клиента и так далее. Значит, также карты могут быть инструментом самопознания и саморазвития. Карты могут развивать творческие способности, уменьшать и избавлять нас от каких-то стрессов, от страхов, да, способствовать нашему личностному росту. Карты могут помочь преодолеть кризис, преодолеть депрессию. Карты могут помочь в коррекции отношений. Карты могут помочь в поиске ресурса, допустим, если вы долго не можете решить какую-то проблему, да, какой-то вопрос. Карты могут помочь управлять стрессом. И это небольшой спектр, да, того, что могут на самом деле эфирные карты в сочетании с эфирными маслами. Итак, теперь немножечко о курсе эфирной карты Дотера. Это онлайн-курс, он проводится через интернет, не нужно никуда ехать, нужен только доступ в интернет. К курсу будет прилагаться колода карт. Сам курс будет состоять из четырех занятий по полтора часа. Занятия будут проводиться во вторникам и пятницам, в восемь часов по Москве. Старт курса приходится на 4 сентября. Но, поскольку я буду заказывать тираж карт точно под количество учеников, то, соответственно, набор на курс и заказ карт закрывается 29 числа, 29 июля. После 29 июля я уже никого не возьму. То есть, кто успел, соответственно, тот успел. И, как я уже сказала, карт в продаже у меня не будет. Только их можно будет заказать именно сейчас, к этому курсу. Если вы хотите заказать колоду отдельно, то я включу ее в этот тираж. Итак, что будет на курсе? На курсе мы рассмотрим такие темы, как основы работы с эфирными картами, принципы, механизмы и преимущества, правила работы с картами, нюансы, как работать в группе, как работать отдельно, как правильно задавать вопросы, да, чтобы клиент мог на них ответить. Карты будут рассмотрены в индивидуальном консультировании. Дам разные упражнения с эфирными картами. Расскажу, как консультировать по скайпу, что такое мандала, что такое цвет, как совместить и подобрать карты эфирные масла, какие взять методы ароматерапии. И, соответственно, мы потренируемся в группе обязательно. Соответственно, вы, конечно, можете купить потом этот курс в записи, но это будет менее эффективно, потому что всегда более эффективно идти в потоке, заниматься вместе с группой, тренироваться вместе с группой. Вот такой вот прекрасной обратной связи. Потом, если уже приобрести этот курс в записи, ее не будет. Также будет своя практика для каждого эфирного масла. То есть вы вытаскиваете карту, на карте нарисована какая-то картинка, на ней написано название эфирного масла. К каждому эфирному маслу будет своя коротенькая практика. Да, вот здесь вот на слайде можно посмотреть пример, как я предполагаю работать с маслом чайного дерева, маслом личных границ, да, какая практика здесь будет наиболее уместна. Значит, теперь по стоимости участия. Значит, три варианта. Первый вариант – можно просто заказать колоду без обучения, если у вас уже есть опыт работы с метафорическими картами. Но я все-таки не очень советую это делать, потому что у вас не будет методик работы с каждым маслом. Ну, как бы решать опять-таки вам. Значит, такая базовая стоимость участия – это колода карт, плюс курс в записи, плюс записи презентации, да, плюс сертификат. Вот, и третий вариант – если у вас нету эфирных масел, там будет еще набор пробников, да, то есть всех тех масел, которые у нас изображены на картах, по одному миллилитру. Соответственно, второй и третий вариант, если сложно заплатить всю сумму сразу, предполагает рассрочку, да, то есть можно разбить на два или три платежа. Для этого вы можете мне написать, да, в конце видео будут мои контакты, и мы договоримся, как это будет лучше сделать. Значит, вот по этой ссылочке, под видео будет ссылка о подробности о курсе, можно там все посмотреть, можно заказать курс doterocard.plp7.ru. Значит, если что-то непонятно, если какие-то вопросы по данному курсу, по картам, пожалуйста, пишите, задавайте, можно написать мне на почту, можно написать мне в скайпе, единственное, если добавляете в скайпе, напишите, пожалуйста, пометочку, да, с какой целью вы добавляетесь, потому что очень много сейчас спама, я не всех добавляю. Вот, либо вы можете написать мне в WhatsApp, вот мой номер с WhatsApp здесь указан, вот, так что, если что-то непонятно, то, пожалуйста, обращайтесь, буду рада вас видеть на курсе по картам. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.